Итак, что мы будем с вами делать далее? Добрый день! Мы с вами будем делать все необходимое для того, чтобы перейти к нашему плану второго этажа. Если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно сделать. Очень греет душу растущие наши подписчики. Спасибо! Мы с вами сейчас сначала сделаем основание для нашего второго этажа, ну и кинем пол на первый этаж и сделаем ему какую-либо декоративную отделку. Для экспертов по дизайну скажу так, что это еще не финальная версия. В прошлом видео я просто рассказал, как добавляются различные элементы. Как только мы расставим внутреннее убранство нашего дома, мы с вами будем их редактировать под соответствующие визуализаторы. Будем делать красивые помещения и визуализировать. Визуализаторы я тоже вас познакомлю. Они работают и с SketchUp, и с AutoCAD, и с Revit, и с Lumion и так далее. Все основные, которые наиболее красочные, получаются в нем картинки. И посмотрим стандартные визуализаторы. Так вот, что мы с вами сейчас будем делать? Замоделируем пол нашего этажа. Получается первого нашего этажа для начала. Для тех, у кого возникает вопрос, как покрасить наши окна, любое семейство. Можно два раза нажать левой клавишей мыши по нему. Выбрать необходимый сегмент, предположим, тот же самый наличник у окна, опять же, два раза левой клавиши мыши. И поменять ему раскраску под то же самое дерево какое-либо, которое вас устроит. Слишком цвет пугающий. И уже дальше раскрасить необходимые сегменты. Ваши окна. В данном случае у меня еще и стекло покрасилось. Мне стекло не нужно красить. Сейчас мы его отдельно сделаем. А оконная рама пускай останется. Потом поменяем. На визуализации этого не должно быть видно. Скорее всего, если его сместить, но это из-за растяжения модели произошла такая неприятная вещь. Итак, скрыть элементы выключу, показать элементы тоже выключу. Для начала мы с вами кинем пол в основание нашего этажа. Воспользуюсь обычным построением линейным. и все элементы геометрии обведу. Ну, либо на самом деле я мог кинуть прямоугольник и пересечение убрать. Такое тоже можно. Но мы будем использовать с вами по старинке. Уже хорошо. Пока мы сейчас вот здесь подрежем до нашей двери, чтобы избавиться от нашего крылечка. Крыльцо нам пока не нужно. И поверну грани. Раз. Здесь пород нужно будет еще отмасштабировать. Я вижу, что они немного пересекаются. Как-то они есть будут. Вот таким вот образом. Теперь что мы с вами сделаем? Давайте сделаем облицовку нашего пола. Пускай это будет у нас какая-то искусственная поверхность. Давайте деревесину кинем. Вот такой деревянный пол внутри нашего здания. Возможно, многие его уже видели. Оттенок пока менять не будем. На самом деле, в правке можно поменять тот же самый оттенок нашего помещения. И наших основных элементов. Вы можете его заменить абсолютно собственноручно. Подобрать тот, который вам необходим. Но когда мы с вами будем заниматься дизайном, мы об этом еще поговорим. Итак, что я буду делать далее? Лестницу свою. Активирую ее. Она у меня в метках скрыта. Вот она у меня располагается. Я ее на данный момент скопирую и вынесу, чтобы контуры у меня не накладывались в итоге. Потому что у меня там может оказаться контур от моей перегородки и может возникнуть проблема или ошибка в построении. Дальше кину прямоугольник. Этот преугольник я поднимаю. По расчету нашей лестницы я уже в видео делал по Ревиту лестницы. Как происходит расчет? На самом деле по ГОСТу. Опять же напоминаю о том, что я не пользуюсь расширением для построения лестницы. Я строю ее максимально примитивнейшим образом. Просто самостоятельно ее выдавливаю. Пускай она будет из разряда монолитной железобетонной. Да, можно потом ее отдекорировать, но на этом пока заострять внимание не буду. Поднимаю на 200 мм наших поступенок. Дальше воспользуюсь функцией. Выделю все элементы. Shift, нажимаю левой клавишей мыши по контру нашей лестницы. Ctrl-C, Ctrl-V. Накладываю Ctrl-V. Накладываю Ctrl-V. Накладываю Ctrl-V. Промахнулся. Накладываю. Ступеньки уже начинают получаться. Мы потом с вами объединим эти контуры. Дальше что? Нарисуем эскиз нашего основного треугольника. Вот забежную. Тоже поднимаю на 200 мм. Выделяю все элементы. В данном случае нам бы нужно, чтобы лишнего ничего не выделить. и перемещу по базовой точке наверх. На самом деле, проще было бы обчертить сначала все, а потом их постепенно поднимать. Ну, ладно, мы уже с вами начали. 1-эскиз, 2-эскиз, 3-эскиз, 4-эскиз. Обрисовываю. Обрисовываю. Выдавливаю. Поднимаю. У нас постепенно получается такая же самая забежная лестница, которую я моделировал в свое время в автокаде, в рэвите 200 мм. Возможно, я использую какой-то дедовский метод. Но, опять же, напоминаю, это самый примитивный по построению. Потом будем с вами усложнять. Теперь воспользуюсь дубляжом наших ступеней. Дубляжом воспользоваться не получится, поэтому я замоделирую ступеньку, выдавлю. И снова буду поднимать. Не хочется мне снова каждый раз переделывать. Отдwei. Возвращая. Возвращая. Поехали. не хочешь вот так захочешь контур я уже могу удалить мне он не нужен пока у нас с вами станет вот такая лестница давайте ее задекорируем она у нас будет из монолитного железобетона подвиду штукатурки и 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 Итак, выделяю всю свою лестницу и перемещаю ее с привязкой по точке в свой домик. Лестницу теперь тоже скрываю. Вот таким вот образом. Итак, следующее, что я вам покажу, это расширение StayMaker. Много достаточно расширений в интернете, можно найти и в свободном доступе, и платный, и бесплатный. Я обычно пользуюсь одним, который достаточно давно скачал. Ссылку на него я загружу на диск, оставлю в описании. Суть заключается в чем данного расширения. Добавление лестницы идет через расширение. Здесь я могу создать лестницу StayMaker, создать лестницу. Я могу сделать обычную, спиральную, угловую и прочее. При выборе лестницы у нас с вами появляется окно, в котором необходимо заполнить расчетное количество ступеней. Как рассчитываются ступени и на каком расстоянии. Я уже делал видео по расчету лестницы и еще в Бревите. Ну, принцип расчета тот же самый. Как определяется лестница. Ссылку я на него оставлю. Она у вас должна была появиться здесь. Настраивайте необходимые показатели, нажимаете ОК, нажимаете базовую точку, у вас появилась лестница. Можно настроить их сколько угодно. Добавляем можно не только обычную лестницу, можно добавить спиральную лестницу и прочие основные сегменты. Причем она автоматически, у меня спиральная лестница на высоту этажа 3 метра. Много лестниц интересного типа, ну и я с вами выдавил сейчас стандартную лестницу, причем она сразу же добавляется с ограждением. Добавляется она достаточно просто, нажав на функцию ОКНО, нам нужно с вами Диспетчер расширений и нажать Установить расширение. Выбираем путь, где вы скачали расширение, и оно у вас автоматически здесь появится. Также можно добавлять всяческие различные расширения при активации своего аккаунта через окно, опять же 3D Warthouse и прочее. Я зашел в свой логин 3D Warthouse, в окно у нас он появился. Нажимаю туда, вы просто зарегистрируетесь в SketchUp и опять же залогинившись у вас появится доступ. Здесь можно найти различные варианты мебели, те же самые столы, стулья и прочее дополнительное оборудование. Калькулятор вам сейчас не нужен. Таким образом у нас с вами будет наполняться наша сцена. Загружая тот или иной понравившийся вам проект, у вас появляется возможность нажать на иконку загрузки в наш проект. Программа спрашивает загрузить модель в SketchUp. Я соглашаюсь с выполнением данного действия. Если никаких ошибок не произошло, то он у нас автоматически открывается в проекте. Не со всеми проектами это работает. Модельками. Некоторые модельки добавляются сразу. И я могу уже их разместить там, где это будет необходимо. Предположим, в прихожей вот у меня будет стоять шкаф с элементами какими-либо дополнительными. Но на самом деле это не совсем тот шкаф, который мне нужен. Я опять же могу его покрасить под элементы. Зайдя в редактор семейства, два раза нажав на колесико мышки. На колесико на левую клавише мыши. Могу поменять материал. Материалы я подгрузил. Если вы не знаете, как подгружаются дополнительные материалы и где их найти, оставьте комментарий. Я, соответственно, прикреплю ссылку, либо запишу отдельное видео по тому, как добавляются материалы. Предположим, мне понравился материал. Здесь достаточно мало. Давайте найдем дерево, какое-нибудь интересное. То же самое дерево. Добавлю дерево для данной столешницы. Вот таким вот образом. Я могу его поменять вручную. Могу в правке поменять ему фактуру. Он будет темнее, светлее. И дальше уже мы с вами будем заполнять основную сцену по нашему проекту. Добавлю элементы сейчас. Точно так же через 3D Warhouse окно 3D Warhouse. Подгружу, который мне понравится. И загружу стену. Также возможно добавлять эти же самые элементы, скачивая их с сайта. Элементы, которые не открываются автоматически через приложение SketchUp. Это достаточно просто. Захожу в поиски, вбиваю 3D Warhouse. Захожу в него. И здесь могу найти различные элементы. Предположим, вот из девайсов я вижу модель детской кровати. В спальне ее размещу. Нажимаю скачать. Выбираю подходящую версию. Архив у нас скачивается. Я открываю его. Запускаю в проекте. По сути дела он откроется в отдельном проекте. Где я могу подредактировать и сделать какие-то дополнительные. Здесь он был создан в более новой версии. У меня старая версия. Сейчас скачаю подходящий. Скачать для 20. 21 версию я пока еще не качал. Открываем, выбираем соответствующую версию. Для вашего SketchUp. И он откроется в отдельном окне. Где я просто воспользуюсь клавишей. Могу просто Ctrl-C, Ctrl-V и перенести в проект. Вот у меня детская кроватка. Вот у меня есть детская кроватка. Я ее просто выделяю. Ctrl-C. И нажимаю Ctrl-V в своем проекте. И я уже в дальнейшем могу ее привязать. Поставить там, где это будет необходимо. Постепенно я буду заполнять сцену. Поменяю частично расцветку в наших стенах. Часть сделаю в ускоренной перемотке, чтобы не тратить ваше время. И в дальнейшем покажу итог по плану первого этажа. Добавлять все элементы я буду из поиска. Либо в интернете, либо 3D Warehouse. И либо сайт. Загружать и добавлять в проект. Я уже немного накидал. Еще частично подредактирую все, что мне будет необходимо. Для уже дальнейшего выполнения. Покрашу мебель, покрашу стены. И будем с вами изучать. Если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно делать. Всего доброго.